Можно ли автомобилю, 15-летнему, придать блеск нового автомобиля? Да, сейчас такое возможно, благодаря новой технологии, внедренной в компанию Мистер Кэп. Ну, в автомоечном комплексе, твой, да, да. Суть вопроса? Суть вопроса нанообработка. Причем нанообработка распространяется не только на лакокрасочную поверхность, но еще и на стекла. И вот сегодня об ней подробнее. Есть процесс, который остановить в принципе невозможно, но растянуть по времени запросто. Это процесс старения. Если для человека, например, чтобы выглядеть свежо, необходимо быть в тонусе и пользоваться специальной косметикой, то для вашего автомобиля все то же самое. Вроде бы теперь это прописные истины, но широчайшая реклама средств Виши, например, делает знания доступными. Автомобили же обделены телевизионным вниманием. Кстати, ваш блестящий такой красивый автомобиль из салона после первой же мойки может стать удручающей умен. И это вина не только продавца, но и производителя. Который в стремлении продавать экономит на всем. И тут на защиту магнитогорских автовладельцев приходит автомоечный комплекс Твой Додыр. Если вы не верите в меценатство, то поверьте в прагматизм и желание быть впереди. Потому как с позиции лидера можно осваивать новые технологии. И сегодня мы анонсируем онную. Это нанообработка лакокрасочной поверхности фирменными материалами Зонакс. Немного расскажем о сути события. Усталость, царапины и, соответственно, отсутствие блеска в 95% случаев не вина веток и нерадивых мойщиков. Это вина грязи. Да-да, именно она. Прилипучая и плохо смываемая оставляет первоначально невидимые глазом царапины, которые со временем делают поверхность мутной и невзрачной. А что если заставить лак и краску просто отталкивать грязь? И для этого достаточно нанести тончайшую пленку толщиной всего в одну молекулу. Ведь новый автомобиль с конвейера блестит же. Так давайте сразу его и защитим. Мы взяли автомобиль не новый и защитили его. И даже по броневаку можно это сделать. Конечно, процедура не из самых простых для уставшего автомобиля. Но для нового она в разы проще. И цена в пределах 7000 рублей. По сравнению с ценой нового авто это копейки. Почему вы сами не можете купить и сделать? Да потому что к этому всему должно прилагаться А. Оборудование. Б. Место теплое и чистое. И. В. Руки умелые. Все это есть только в автоматичном комплексе Плоида Дыр. И если вы внимательный зритель наших регулярных репортажей, то вы видите обученный персонал. Он здесь не меняется. А учитывая, что это ассы от мистер Кэпа, то вопросы, где это сделать, должны у вас исчезнуть сами собой. Теперь результат. Защитная зоноксовская пленка отталкивает капли воды. И это факт. Пленка эта наносится и на стекла тоже. Технология работает на деле. Плюс ко всему, на автомобиле вернулся первоначальный блеск. И краски стали заметно сочнее. Теперь, немного повкатавшись, продемонстрируем вам ту самую прилипучую грязь, которая не прилипла к обработанной поверхности. Этой грязью мы, кстати, еще и дышим каждый день. Если нанообработки для легких еще нет в природе, ну не будем же мы ходить в противогазе, то для авто она есть на вооружении автомоечного комплекса Квойда-Дыр. Вот неделя эксплуатации. Машина ни разу не мылась. И что мы видим? Ну, мы видим обилие пыли. Мы видим, кроме всего прочего, и результат работы. Там, где был иней, там, где была роса, там все ясно. Каков результат? Давайте проверим. И вот он, результат налицо. Нанообработка как была, так и есть. Обратите внимание, частички воды так раздуваются легко с боков, с крыши, да везде. То есть, суть событий. В принципе, достаточно просто обмыть керкером, затем сдуть, и все, машина чистая. То есть, вещь-то работает. Цена вопроса? Ну, цена вопроса, скажем так, в три раза дешевле, чем эта фирменная обработка от Мистер Кэпа. Ну, конечно, это не настолько вечное покрытие, но все равно, результат впечатляющий. Конечно, нам до талантов Копперфильда и Гудини далеко. И, конечно, у нас нет таких денег на устройство потрясающих иллюзий. Но у нас на вооружении есть время и технологии Зонокс, которые освоены автомоечным комплексом Квайдадыр. Технологии недорогие, но потрясающе эффективные. И работающие долгое время, потому что это был хороший бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...